Я буду на экзамен. Выдайте, сколько я спала. Я выдайте. Четыре часа. Готово. Дубль 100 миллионов пятьсотый. Я вернулась домой. Получила за экзамен твёрдую пятёрку. Ну, как твёрдую, наверное, просто пять. А в целом я готовилась. Немножко замешкалась на устном ответе, но это не беда. Главное, что всё позади. Как я добиралась сегодня на учёбу, ну, как в универ и обратно. У нас ночью шёл дождь. Соответственно, сейчас плюсовая температура в Москве и лёд, а поверх него вода. Просто я иду, и вот думаю, лишь бы не упасть. Вчера прочитала новость, что в Москве мужчина, что ли, упал, сломал бедро, бедряная кость треснула, порвала бедренную артерию, и он чуть не умер, но его спасли. Слава богу. Вот настолько я теперь боюсь падений и скольжения, и вообще всего, что связано с переломами. На сегодня в планах у меня только отдых и обед. Желательно. Ещё у меня возникла потребность разъединить один факт. У меня просто челюсть постоянно уходит в одно место, именно влево. И у меня как-то, ну, там, ну, конечно, да, у всех у нас лица, там, типа, кривые, неровные, но не настолько же, ну, не настолько. Мы постоянно с подругой, Аня, привет. Ну, как постоянно. Я помню, что мы с ней просто говорили, у кого лицо кривее, у кого какая рабочая сторона, у кого какая нерабочая, и у кого насколько, там, она кривая. Я говорю, что, ну, кривее моего лица, просто, Аня, ты не найдёшь кривее. Сейчас ещё раз приветствуют меня с моими огромными синяками. Мы с вами хотя спала 10 часов ровно. Идём гулять. Приехали на каток. Я кататься не умею, очень боюсь. Сейчас покажу вам мастер-класс. Снимай. Мальчик, я дал вопрос. Как я торможу? А я отвечу. Я не разгоняюсь, чтобы не тормозить. Да, я подъеду здесь. Ну вот, целый, я научилась кататься сейчас. Ух ты, я прям закрутилась, да? Собаки лают. Не дразни, собак. Такая маленькая собачка. И вечером мы решили присадить наши пеларгонии из маленьких горшочков побольше. Для этого нам необходимо было намочить землю, чтобы вытащить благополучно их из горшков. Также мы предварительно горшки, как вы видели, кипятком обдали, чтобы там избавить всяких микробов и так далее. И вот аккуратно нам нужно пересыпать землю. Очень аккуратно. И вот наш результат. Первая пеларгония. Очень красивая. И вторая. Сегодня новый день каникул. Еще один. И мы решили покатить меня на лыжах. Вот, по льду. Правда, немножко страшно, потому что тут лед, а я кататься не очень люблю. По льду, по льду. Вот. Ну вообще, кстати, нормально. Это не так опасно, как на каникалке. Я не боюсь. С целым. У меня вот такие огромные палки. Такие лыжи, ботиночки. И чудесная шапка, в которой мне будет не жарко. Вот, я еду. Сейчас дайте вам мой процесс помешки. Звуки достаточно специфические. Потому что, когда лыж касается меня, происходит вот такой вид. Это тоже прикольно. Мне нравится. Я тебя сижу. В целом, кататься неплохо. Снимь, пожалуйста, лыжню. Я бы только встала на лыжню. До этого каталась по лучшим тропинкам. Здесь она, конечно, все-таки широкая. Но у меня лыжка каталась. Вот такая красота в лесу. Для меня красоту с ней. И вот сюда. В общем, мы сейчас пытались настроить на часах тренировку лыжи, чтобы часы считали, сколько я там прошла, прокатилась. В итоге я что-то нажала на какую-то музыку, а у меня музыку нельзя через эти часы на телефоне включать. И я слышала, что играет песня фараона из «Последнего любого». Я думала, что кто-то в кустах, он там, ну, там включил фараона. И такая, слушай, обалдеть. Оказывается, это у меня с телефона был. Я сделала, короче, масочку на лицо, собрала волосы в коглюшку. И на этом буду заканчивать свой влог. Увидимся уже скоро. Субтитры сделал DimaTorzok